Да, лишь стихли рыдания о погибшем Бальдре, как земля покрутилась в долгий сон. Лепший на протяжении недели беспрерывный дождь затем перешел в мокрый снег, а потом и вовсе в метель. Ударили морозы со всех сторон, и пролившаяся вода застыла, всковав льдом всю землю до прихода последней весны. Ярость холода и неистовость ветров воцарились повсюду. Черные латы туч заковали небо так, что солнца совсем не было видно. Бесконечная ночь раскинула свои крылья. Так начинается рассказ Фенрир, где личное видение мифа об этом легендарном волке и его роли выразил человек, известный под именем Сигурд Ульфраудласунг. В вятском андеграундном сообществе Нортлишт этот германец из племени русов стал автором нескольких проектов в стилях атмосферик black metal, неофолк и эмбиент. И то буйство стихий, которое описано в цитате, нашло выражение в его творчестве. И речь идет о стихии в широком смысле, как проявлении энергии природы и духа. Не случайно одним из источников вдохновения для Сигурда стали проекты чертога, где рождаются молнии. И поступ зимы, которая именуется такими древними кеннингами, как сын Винцваля и горе Рибдалин, и смерч боли, и пламя любви, и холод смерти. Все это стремится выразить Сигурд в своих проектах. Время их основной активности пришлось на период с 2006 по 2012 год, когда было выпущено более 20 альбомов с силами практически одного Сигурда. Это тотально однограмотная музыка, и кого-то она может оттолкнуть жутким качеством записи, особенностями издания. Кто-то может сказать, что все это вторично по отношению к чертогу. Но я вижу самобытность этих проектов, и сказать о них считаю просто необходимым. И начнем мы с проекта Один-Драудур, посвященного верховному богу скандинавов Одину. Название проекта означает «Дух Одина». От безумия и стихийности битвы до мудрости девяти миров, от меда поэзии до тайн Сейда, все в ведении бога, который над всеми и среди всех. Ради мудрости он отдал свой правый глаз, а для обретения тайны рун поветился на древе миров Игдрасиле, пронзенный собственным копьем. Одноглазая мудрость мимира залог, бремя виселицы древо гнет, силой познаний, крепостью рун. Введение высокого – это то, с чем у меня ассоциируется музыка Один-Драудур. Альбом «Безумие, вдохновение, гнев» 2009 года пронизан глухим воем ветра, неторопливым и неровным звучанием струн, которые то сплетаются в мелодии, то словно следует импульсам стихии. Приглушенные шумы и голоса издали, которые пытаются что-то до нас донести, внезапные резкие ноты и по воле судьбы попавшие на запись фрагменты эфира – это Ambient Black Metal, где грань между Ambient и металлом не всегда очевидна. Селон, джедневные Да, мы с тобой свинь Текст, cage!! Под именем Один Дравдор было выпущено два альбома и сплит Восхождение с другими проектами автора Аса Рэйди и Фюнерал Винд Тексты альбома Безумие, Вдохновение и Гнев, к сожалению, утеряны, как и весь второй альбом 2011 года. Вот предполагаемый трек-лист этого альбома. Если у кого-то из тех, кто смотрит видео, есть этот альбом в любом виде, напишите в комментариях или на e-mail в описании. Это порадует и меня, и автора проекта. Название другому упомянутому проекту, Фюнерал Винд, дала песня с альбома Autumn Raw проекта Raven Dark. Это холодный, минималистичный и атмосферный блэк-метал родом из 90-х, созданный Ульвом Гегнером Ирминсоном из чертога, где рождаются молнии. Это первый альбом, который Сигурд услышал у этого творца, и любимая песня с него. Сам проект Фюнерал Винд характеризуется сообществом Норфлищт как порывы беснующегося ветра, раздывающие пламя сгорающей цивилизации, рвущие плоть омерзительного прогресса и вздымающие искры древней ярости в самую высчерноты неба. В проекте несомненное влияние лирики Raven Dark. Бездный разматериализованный хаос стирает безумием ясность разума, свету холода тьмы открывая. Нет без холода тепла, без зла добра. Если Один Драудер несет более мистическую атмосферу духовного восхождения и прекрасно подходит для прослушивания тихой ночью, то Фюнерал Винд олицетворяет собой нацик стихии. Эмблема Фюнерал Винд – зловещий черный флаг, который развивается над пустошами, битвами и руинами. На трех альбомах этого проекта музыка более динамична и напориста, хотя также не лишена акустических проигрышей и атмосферных ходов, а в качестве вокала здесь часто используется скрим. Нельзя не отметить оригинальные цветовые решения в оформлении буклетов, например, порпурный текст на порпурном фоне или черный текст на черном. Каждый враг столкнется с непреодолимыми трудностями, неважно, захочет ли он прочитать лирику из буклета или же распознать ее со слуха. А в оформлении альбома «Истинный силу в борьбе обретая» использованы картины с мифологическими сюжетами. Здесь можно увидеть рагнарёк Юханнеса Герца и дикую охоту Петера Арбо, наличие которой вызывает ассоциацию с альбомом Баттери «Blood, Fire, Death». А Баттери напоминают и раскаты грома в композиции «И мы страх, мы боль, мы гнев». Более скорбь Испытает Радона Их мы твердым Стой Резонта Приморождённые Композиция 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 Я верю! 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 Еще один Black Metal проект – Weltanschauung – Мировоззарение. По сравнению с перечисленными выше, наиболее агрессивный и яростный проект, о котором известно немного. Единственный альбом проекта называется «Твердость, решительность, верность», а название песен напоминает о том, что покой – это смерть, борьба – это жизнь. К сожалению, оформление не сохранилось, и полноценно оценить красоту лирики мы не можем. Предположу лишь, что она, как и мой канал, одобряет все хорошее и осуждает все плохое. Ассорейди. Гнев асов. Подробный обзор этого проекта я уже делал. Можно сказать, что это фолк-метал, при этом обладающий нехарактерной для стиля сыростью и мрачностью. Музыка Ассорейди на большинстве альбомов – это сочетание акустических переборов и прямолинейных электрических рифов, флейты, которая звучит душевно, несмотря на то, что она синтезирована, а партии довольно просты. И именно в этом проекте наиболее раскрывается поэтический талант автора, а один из альбомов – властитель росы бремени-веселицы, даже всецело посвящен искусству поэзии. Тексты, при всей своей суровости, не лишены некоторой романтичности. Их темы – войны, скальды, сражения, размышления и сюжеты из жизни. В лирике широко используются кеннинги, метафоры, характерные для скальдической поэзии, и медитативные рефрены. Вот, например, как говорится в одной из песен о погибшем в бою викинге и скорби его жены. Измар-из-юран покрыто трождь руки в буране-хильд, досыта напоив крови огонь и ястреба павших. Лед ладоней фрик ливнем рискнит землю оросит. Ее битвы клен в шрамах и рубцах в сече был сражен. Измар-из-юран покрыто трождь руки в буране-хильд. Досыта на твои, крови огонь и ястреба павших. Слово песен, оттойку и улы, молния фрик ливнем шрам. Сверху сажают, укрозен сегир. Я тебя сеть, сокорел! Грохотон, ковечу! Горечь рот, крыси! Алшнова, хлыки! Алых вод, поток! Жадно! Разольет! Голод! Утолить! Варинг-яр. Название этого проекта переводится с древнеисландского как «варяги». Это неофолк, в основе концепции которого – идея неонорманизма. Буклет говорит нам, что это национально-религиозное учение и движение, представители которого осознают себя новой этнической группой, ведущей происхождение от общих предков-дворягов из племени русов, пришедших на земли русской равнины еще в VII веке. Одна из песен Варинг-яр посвящена конунгу Рюрику Ютландскому, который, по одной из гипотез, был никем иным, как князем Рюриком. Проект Варинг-яр утверждает идеалы вольных норманов, исповедующих язычество, в противовес политическим и религиозным системам, приходившим на Русь с Ближнего Востока, из Византии и Золотой Орды. Но от былой славы нет и следа. Саги без скальда остались, и мудрость без мудреца. По полю брани скитаясь, всадник искал коня. Стиль Варинг-яр – это неофолк. Ударные фортепиано задают бодрые ритмы, а флейты и разные другие клавишные придают музыке атмосферы, иногда встречаются цепляющие мотивы. Однако музыке не хватает сырости, так как чистое синтезаторное звучание пианино, флейты, ударных и других инструментов слишком контрастирует с сырым вокалом, который напоминает то варварский окрик, то распевденно сащийся из глубины вод и местами вызывает недоумение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Winter Demons Winter Demons Злобные духи зимы, рисующие свои мелодии струнами в юге на ледяных просторах вечности. Известны пять альбомов и сплит, но дошли они до нас лишь отчасти. Это эмбиент с элементами фолка, а в некоторых наиболее динамичных композициях есть даже характерные для Блэка Бласт питы, а на альбоме Руины и Пепел даже есть каверную сатриконовскую Mother Notes. Музыка отличается спокойным и прохладным звучанием, а если бы оно еще было объемнее и менее синтетично, то могло бы получиться что-нибудь в духе раннего Eisenwinter. Субтитры создавал DimaTorzok Также, если у вас есть недостающие альбомы этого проекта или альбом Верингьяр «Дух королей Гордарики», я буду очень признателен, если вы свяжетесь со мной по электронной почте в описании. Что можно сказать в заключении обо всех этих проектах? Да, они были не слишком приняты и поняты, а остались в основном для узкого круга своих. На это, в общем, и был расчет. Собственный лейбл сообщества, Далла Фростбуден, позиционировался как антикоммерческий. И действительно, музыку издававшихся там проектов в коммерческом звучании никак не упрекнуть. Даже закрадывается мысль, не починял ли Сигур случаем тот магнитофон, который сломался у видера из проекта «Ильдьярн» в 2006 году, ведь именно тогда вышли первые релизы «Норд Личт». Но не мне, как любителю лоуфай, предъявлять претензии. Музыка проектов также довольно минималистична, но при этом и разнообразна. Проект о Сарейде вообще можно назвать исключительным и уникальным для русской сцены, причем и в музыкальном, и в лирическом плане. Один Драудур с его подходом в соединении эмбиента, акустики и блэк метал тоже самобытен. Да и в других проектах немало интересных музыкальных решений. И если какие-то из этих проектов получат продолжение, я могу лишь приветствовать. Вкусивший мед вдохновение, воспой бремя петли, ярость и силу ужасного. Всем расскажи, как ас-одноглазый мудрость свою отбывал. Субтитры сделал DimaTorzok